В минувшую среду около 8 утра на улице Мира дорогу не поделили две машины. Водитель, управлявший автомобилем марки АК, выезжая со двора на главную дорогу, пропустил встречный транспорт, который как раз поворачивал во двор. Затем начал движение и не заметил Ладу-Приору, двигавшуюся по прямой. Видимо, обзор водителю малолитражки загородил предыдущий автомобиль. Итогом столкновения стали механические повреждения обеих машин. Через полчаса авария произошла на северном выезде из города. Мужчина за рулем автомобиля марки Мазда, выезжая с кольцевого движения, остановился пропустить поток транспорта по главной дороге и получил удар сзади от иномарки, водитель которой не заметил стоп-сигналы впереди идущей машины. Участники ДТП не пострадали. В это же время в дежурную часть Обнинска сообщил о краже владелец автомобиля марки ГАЗ. Мужчина предыдущим вечером припарковал машину на улице Победы, закрыл на ключ и ушел. Утром, подойдя к машине, обдорожил, что водительская форточка разбита, но дверь по-прежнему заперта. Открыв капот, он увидел, что неизвестные похитили аккумулятор, а также электронный блок управления. Предварительность суммы ущерба составила около 26 тысяч рублей. Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели место кражи и составили протокол. Чуть позже за помощью к стражам порядка обратилась местная жительница. На проспекте Маркса между женщиной и ее бывшим сожителем произошел словесный конфликт. Чтобы избежать неприятных последствий, дама села за руль своего автомобиля и хотела уехать. Но разбушевавшийся мужчина преградил дорогу и разбил лобовое стекло иномарки. Потерпевший оценил ущерб в 7 тысяч рублей. В деталях данного происшествия придется разобраться следствию. В среду около 16.00 на территории городской больницы неподалеку от роддома в пролезке был обнаружен труп мужчины. Личность погибшего установлена. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Судя по закатанным рукавам верхней одежды и лежащему рядом шприцу можно предположить, что смерть наступила в результате передозировки наркотического вещества. По данному делу проводится следственная проверка, а также ряд судебных экспертиз.